Как оградить дагестанскую молодежь от вовлечения в терроризм, об этом и не только поговорят на северокавказском форуме «Мирный Кавказ». Он стартовал в Дагестане накануне и будет проходить три дня. За это время специалисты по противодействию идеологии терроризма и экстремизма обменяются опытом, выработают новые механизмы общения с подростками. Особое внимание уделят вопросам готовности молодежи противостоять рекрутингу со стороны участников международных бандформирований. Подробности у Абдурахима Белалова-Даганая. Поколение эпохи информационных технологий. Именно эта молодежь должна противостоять идеологии экстремизма и терроризма, погубившей тысячи молодых людей. Главная задача форума. Ведь всем уже давно известно, что террористы активно используют интернет в своих целях. Причем вербовкой в социальных сетях занимаются специалисты самого высокого профиля. Тем идеологам, которые сегодня находятся в этом, они имеют колоссальную, огромную поддержку, финансовую поддержку. Вы знаете, прекрасно, без финансовой поддержки мы элементарно не можем даже выйти в сеть. А тут, вы понимаете, у них и освещение, и тот динамит, которым они выдают вот это интервью или этот ролик, он просто бешено идет. Поэтому вы все-таки, вы знаете, блогеры, общественные организации без поддержки властей здесь, я не думаю, что какие-то успехи. Потому и собрали организаторы форума молодых ребят из разных уголков Северного Кавказа. Многие из них хорошо знают об уловках экстремистских вербовщиков. У некоторых даже есть опыт в сфере противодействия идеологии терроризма. Одну из задач мы поставили у нас в этом году, чтобы по итогам форума у нас получилось с различными группами сформировать проекты, которые мы будем реализовывать дальше при поддержке нашего министерства, при поддержке органов исполнительной власти. Если мы, как раньше, условно уступим в борьбе за умы, за идеологию, то мы будем видеть уже не целый пласт сочувствующих людей, а здесь мы будем видеть фактически активные ячейки и активные сообщества. Конечно, никогда не стоит забывать и о главных причинах, почему некоторые ребята так легко попадаются в ловушку террористов, напомнили специалисты. Мы понимаем, что террористам не становится просто так, им не рождается. Значит, человек, который пришел к этому, чтобы делать больно людям, убивать, разрушать, значит, он одинок, значит, ему плохо, значит, что-то повлияло, что где-то ему не хватило любви, веры, поддержки. В том числе этот блок мы тоже отрабатываем с нашими ребятами. Помимо этого, безусловно, у нас есть ребята, которые работают в рамках электронных, современных соцсетей, молодежная наша кибердружина, которая также мониторит социальные сети на выявление негативного контента. Об истинном облике терроризма будут рассказывать на этой площадке в течение трех дней. Открытые лекции, презентации лучших практик противодействия идеологии радикалов в СКФО, деловые игры в формате дебатов и дискуссионных площадок. И все это ради мирного Кавказа. Абдурахим Белалавдаганэ, Махарбек Амариев. Время новостей. Кумтаркалинский район.